Вечер вторника для жителей Княжеской 42 запомнится надолго. На крышу дома рухнул многолетний дуб. Черепица сразу же провалилась, а под дому пошли трещины. Наибольший стресс в эти несколько минут пережила Ульяна Зиновьевна, которая и проживает как раз в квартире, на которую пришелся основной удар упавшего гиганта. Так страшно ей не было еще ни разу в жизни. Когда ты ходишь, пытаешься просить помощи, пишешь, обращаешься, и от тебя создается замкнутый круг, от тебя отпихиваются, а в результате вчера я лично оказалась в комнате, на которую падало это дерево. Я никому из вас не желаю пережить то, что вчера пришлось пережить мне. По словам жителей о том, что дуб аварийный, они кричали еще три года назад, писали обращения во вся инстанция. Вот только их никто не слышал и не слушал. Коммунальщики о проблеме знали, но ничего не делали. Или попросту не хотели делать. Теперь же у них выбора нет. Дерево и так упало, а значит его надо спиливать. Сейчас даже не надо искать виновного. Виновный человек, который не отреагировал на обращение одесситов. Это серьезная проблема для центра города, но ЖКСы стараются ее игнорировать. Очень выгодно не замечать ее. Но когда начнут падать такие деревья, сколько денег уйдет на восстанавливающие работы? Денег на восстановление теперь понадобится немало. Так падающий дуб задел рядом припаркованный автомобиль. Погнул капот. По словам Александра, владельца машины, ремонт обойдется в 520 долларов. Ведь страховая этот случай не покрывает. Тем не менее, мужчина намерен требовать компенсации. Я думаю, что мы будем подавать в суд. Через суд, через независимую экспертизу, через это все будем подавать в суд. Потому что для пенсионера сумма, для меня, я пенсионер, является неподъемной. Одесситы признаются, коммунальщики игнорировали проблему из-за долгов по коммунальным платежам. Мол, оплатите все и тогда спилим. После произошедшего даже повесили на двери подъезда в списке должников. Вот только теперь жители боятся и за второе дерево, которое также находится в аварийном состоянии. Но по словам директора ЖЭКа, эту проблему уже взяли на контроль. Ведутся работы по уборке этого дерева. Сразу же снимем им вот это тоже. То есть два дерева со двора уберем и сразу приступим, восстановим вам кровлю. Все у вас будет хорошо. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Теперь же жителям предстоит восстанавливать свое имущество. А коммунальщики, в свою очередь, пообещали спилить два дерева и восстановить крышу. Вот только главное, чтобы не получилось, как в известной поговорке. Обещанного три года ждут. Субтитры создавал DimaTorzok